Волжский район, село Черноречие. Этих молодых людей задержали по подозрению в жестоком убийстве. Тело рабочего, который занимался штукатурными работами, обнаружил хозяин этого дома. По его словам, приехал проверить, как идет ремонт, но заметил дым из окна. Когда возгорание погасили, на полу обнаружили погибшего мужчину. Прибывшие на вызов врачи и полицейские установили. Смерть наступила из-за многочисленных побоев. Задержать подозреваемых сразу не удалось. Проводились мероприятия в прилегающих селах, но была получена информация, что подозреваемые убыли и скрываются в городе Тольятти. Соответственно, уже была сформирована группа для их розыска, задержания именно в этом городе и доставления сюда к нам в Самару. По словам оперативников, компания распивала спиртные напитки. Произошел конфликт. Конфликт, просто человека чуть не зарезали, то есть и с этой ситуацией началось. То есть человек хотел убить, а получилось так, что его убили. По версии следствия, избивали вдвоем. Он получил многочисленные травмы головы и туловища. Затем, видимо, чтобы скрыть преступление, тело подожгли. Подозреваемые с Волжским районом судом арестованы. В отношении их избранных мерописечений в виде заключения под стражу. Один из подозреваемых сознается в содеянной, другой воспользовался статьей 151 Конституции. В ходе следствия также установлены очевидцы и свидетели совершения данного преступления. Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства убийства. Если вину подозреваемых докажут, им грозит до 15 лет лишения свободы. Всего 122 преступления за сутки. Среди них 58 краж, 4 убийства, 18 мошенничеств и 2 разбоя. Больше половины уже раскрыто по горячим следам. В промышленном районе областного центра, неизвестный, находясь в автомобиле и такси и применив газовый баллончик, отобрал у водителя деньги в сумме около 5000 рублей. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый за кражу 20-летний местный житель. По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Если вину задержанного докажут, ему может грозить до 10 лет лишения свободы. Пять пожаров в области, из них два в жилом секторе. Обошлось без жертв и пострадавших. В Октябрьском районе Самары горела квартира в многоэтажном жилом доме. Вызов на пульт дежурного поступил в три часа дня. К месту пожара прибыли 19 человек личного состава, 5 единиц основной и специальной пожарной техники. При проведении работ по ликвидации пожара было эвакуировано 12 человек. Пожар был локализован в 15 часов 25 минут, ликвидирован в 15 часов 27 минут. Причина возникновения пожара и ущерб от него устанавливается.